В незаконной добыче краснокнижных кречетов обвинили генерального директора Соколиного центра Камчатка. Уголовное дело о браконьерстве в отношении руководителя питомника и двух ловцов начали рассматривать в суде Краевой столицы. По информации телеканала 41-й регион, перед судом предстали основатель Соколиного центра Шухрат Розаков, эколог и гражданин Казахстана Вадим Бондаренко, а также россиянин Олег Якимович. Последний, согласно материалам дела, ранее имел опыт нелегальной добычи и содержания диких кречетов. Обвинение полагает, что трое объединились в ОПГ, чтобы нажиться на ловле и нелегальные продажи краснокнижных птиц за границу. Утверждается, что организовал преступную деятельность сам Шухрат Розаков. Он распределил роли между соучастниками, помог браконьерам с трансфером и оформил разрешение на отлов пернатых. Являясь генеральным директором ООС Соколиного центра Камчатка, в действию совместном, согласованно с Городом, должен будет получить из Федерального государственного бюджетного учреждения Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды, выдаваемое Росприроднадзором разрешение на добывание объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, в котором он, как генеральный директор ООС Соколиного центра Камчатка, будет указан как лицо ответственное за добывание, которое не давало бы права на отлов взрослых особей диких кречетов, однако служило бы средством для конспирации и придания преступной деятельности вида законной, а также в дальнейшем предоставляло бы возможность транспортировать незаконно добытых взрослых особей диких кречетов. Ранее мы сообщали, что дело о браконьерстве было возбуждено после задержания подозреваемых в незаконном отлове 13 кречетов. Это произошло осенью прошлого года. Корреспонденты 41-го региона запрашивали комментарии в Камчатском филиале в НИИ «Экология». Это научно-исследовательская организация, которая работает над сохранением популяции кречетов на базе Соколиного центра Камчатка. Тогда специалисты заверили, что птицы были пойманы законно в соответствии с официальным разрешением и для дальнейшего разведения в центре. Судя по всему, этой же версии в суде сейчас придерживается защита Шухрата Розакова. Он не признает себя виновным предъявным обвинением. Предоставляем следующую аргументацию его защиты. Во-первых, обвинение основано на ошибочном предположении о причинении значительного вреда государству. Согласно статье 4 Федерального закона 24 апреля 1995 года на 52 ФЗ о животном мире, животный мир в пределах территории Российской Федерации является государственной собственностью. Добытые кречеты, которые якобы стали причиной ущерба, изначально являлись государственной собственностью и оставались таковой после их изъятия. В соответствии с письмом исполняющего обязанности Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, добыча кречетов проводилась на законных основаниях, и сами кречеты не утратили свой статус в государственной собственности. Таким образом, подтверждение о причинении ущерба на сумму 33 миллиона 628 тысяч 954 рубля 30 копеек необославлены и непотреблены фактами. Также напомним историю отловленных кречетов, ставших причиной начала следствия. 13 птиц, как говорят во Внеэкология, должны были стать участниками научной программы по восстановлению чукоско-камчатской популяции кречетов. Пернатых изъяли из-за начала уголовного дела, и 11 из них отправили в Елизовский зоопарк. Там для них не смогли создать правильные условия содержания. Птицы захворали, а две из них впоследствии погибли. Выживших спустя несколько месяцев после отлова перенаправили в Соколиный центр, где кречетов посадили на карантин и начали выхаживать. К слову, двух из 13 птиц, изъятых у ловцов, сразу поместили в Соколиный центр. Возбуждение и ход уголовного дела в следкоме никак не комментировали, и лишь теперь, когда материалы начали рассматривать в суде, появилась официальная информация, в том числе стала известна версия событий, на которой настаивает обвинение. Реализуя свой преступный умысел, подсудимые в составе организованной группы осуществили незаконную добычу, содержание, хранение и перевозку 13 особей кречетов, которые относятся к особо ценным диким животным, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, изъяв их из естественной среды обитания и причинив своими действиями Российской Федерации ущерб на сумму более 33 миллионов рублей. Действия подсудимых квалифицируются по части 3 статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет со штрафом в размере до 2 миллионов рублей, или в размере заработной платы за период до 5 лет, либо без такового, с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового, и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового. В суде добавили, что согласно материалам дела, гендиректор Соколиного центра предлагал ловцам вознаграждение за поимку кречетов, а также их содержание, хранение и перевозку. Отметим, Шухрат Розаков является не только руководителем, но и основателем Соколиного центра Камчатка. Строительство велось по поручению президента России при поддержке властей и инвесторов из арабских стран. Осенью 2022 года в ходе визита Владимира Путина на Камчатку главе государства продемонстрировали одного из кречетов, появившихся на свет в центре. Тогда же Шухрат Розаков отчитался перед президентом о работе по сохранению краснокнижного вида. Владимир Владимирович, мы ваше поручение по возрождению Соколиного дела в России выполнили. И также еще создали сокольничью команду из молодых наших сокольничьих. Построили Соколиный центр. Соколиный центр Камчатка расположен на территории Мельковского округа. Комплекс на 200 пар и тысячу птенцов был создан для разведения и реабилитации краснокнижных кречетов.